Ходя я судьбой на заре моих дней, О южные горы отторгнут от вас, Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз, Как сладкую песню отчизны моей, Люблю я Кавказ. Вся жизнь Михаила Юрьевича Лермонтова Такая короткая и такая яркая, неразрывно связана с Кавказом. Здесь он бывал, будучи ребенком, Здесь зародился и складывался сюжет его романа «Герой нашего времени». Здесь он трагически погиб на вечной печальной дуэли. Пятигорск можно назвать городом-музеем Лермонтова. Излюбленные им при жизни места и сейчас сохранят память о гениальном поэте. И, кажется, дух поэта не покидает Кавказ. Именно здесь, в Пятигорске, 16 августа 1789 года, Был открыт первый в России памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Поэт изображен сидящим, в глубокой задумчивости, С открытой книгой у ног. Его взор устремлен на кавказские горы. Памятник был сооружен за счет народных пожертвований. Сбор средств продолжался 18 лет. Его открытие стало всенародным праздником. Маленький сквер не мог вместить всех желающих. Сосредоточением курортной жизни во времена Лермонтова был бульвар. Здесь гуляли, дышали свежим воздухом. У этого бульвара разморачивается вся жизнь героев Княжной Мэйна. После революции бульвару дали новое название – проспект Кирова. Наши дни улица Кирова, поднимаясь по чудесной двумаршевой лестнице, упираются в академическую галерею, бывшую Елизаветинскую. Сейчас это красивое белокаменное здание, а во времена Лермонтова на его месте стоял колодец, а рядом деревянный павильон, куда стекалось все водяное общество и офицеры, находящиеся на лечении. А вот и Олова-Арфа, о которой упоминается в романе «Герой нашего времени», сохранилась и до нашего дня. Здесь, как и во времена Лермонтова, можно рассмотреть Пятигорск и цепь Кавказских гор в телескопах. Внутри беседки установлен специальный инструмент, струны которого издают музыку от колебания белок. В 1837 году Лермонтов написал картину «Вид Пятигорска». Справа на картине можно различить пещеру в скалистом отроге горы Машук. Это было одно из любимых мест Лермонтова, откуда он наблюдал за посетителями Елизаветинского источника. Под сенью твоей он часто находил приют для сладкого мечтания, И ты один свидетель был его сердечного страдания. Именно этот грот поэт избрал местом для романтической встречи своих героев – Печорина и Веры. В романе в повести княжной Мэри сказано, По мнению здешних ученых, этот провал – ничто иное, как погасший кратер. В Лермонтовские времена не было туннеля. Чтобы заглянуть в таинственную глубину, нужно было подняться на гору. Это здание в классическом стиле – одно из первых казенных каменных сооружений города. Ресторация была зданием заметным и очень важным. На первом этаже располагался ресторан, а выше – гостиничные номера. Здесь на балах собирался весь цвет водяного общества. Лермонтов останавливался в гостинице в два раза. Сюда же он и приводит своих героев. Здесь Печорин танцует мазур по смэрике. Этот уютный парк был заложен в 1829 году. В середине XIX века здесь проводил свое время Лермонтов. Сегодня в центре парка расположена изящная Лермонтовская галерея, которая была открыта в 60-е годовщину гибели поэта. В парке Цветник расположено здание Лермонтовских квадратов. Это одна из самых старейших лечебниц в России. Здесь летом 1837 года Лермонтов принял 20 процедур. Этот прохладный тенистый грот расположен в южной части парка. За неделю до гибели Лермонтов с друзьями устроили здесь сельский вал. Стены были украшены зеленью и коврами. Над гротом был расположен военный оркестр. По рассказам друзей Лермонтова, на вал пришло много народа. Сам поэт много танцевал и был чрезвычайно весел. Мы находимся на склоне горы Машук. Предполагается, что именно здесь, 15 июля 1841 года, в возрасте 26 лет, погиб Михаил Юрьевич Лермонтов. Дуэль с майором Мартыновым оказалась для гения роковой. Поводом к дуэли послужили неоднократные насмешки Лермонтова в адрес Николая Мартынова. 13 июля Лермонтов в очередной раз при дамах назвал Мартынова горцем с большим кинжалом, иронизируя над кавказским нарядом своего давнего знакомого. Уже через два дня они встретились в назначенном месте, на северо-западном склоне горы Машук. По записям очевидцев, в момент выстрела раздался мощный громовой раскат, и начался сильнейший ливень. Тело Лермонтова не могли вывести несколько часов, и заводчики отказывались ехать в национальную погоду к месту дуэли. Поэт пролежал пять часов, истекая кровью. Место дуэли отмечено восьмиметровым обелиском. Он окружен каменными столбами в теплой, соединенными между собой цепями. По углам расставлены каменные грифы «Птицы смерти». Их голову повернуты на четыре стороны света. Символика ограды до сих пор не выяснена. Одна из теорий гласит, что грифы символизируют царское самодержавие, а пули напоминают нам о том, что поэт погиб на дуэли. С того дня, когда Лермонтов перестроил порог этого небольшого домика на краю города у подножья Машука, прошло уже почти два столетия. Но он сохранил свой первозданный вид до наших дней. В этом домике поэт провел последние месяцы жизни и написал последние стихи. Сюда же было привезено тело поэта после роковой дуэли. С тех пор в домике под камышовой крышей вместе с поэтом поселилась бессмертие. Субтитры под камышовой крышей вместе с поэтом поселилась бессмертие. Субтитры под камышей вместе с поэтом поселилась бессмертие. В небесах торжественное чудо спит земля в сияне голубой. Субтитры создавал DimaTorzok